Цифровая экономика, умный город – это уже не словосочетание будущего. А в России есть города, жизнь которых перешла на цифру. Барнаула среди них пока нет, хотя проявления того самого ума заметны. Чтобы их стало больше, сегодня для обсуждения собрались чиновники, ресурсовики, эксперты. Последние говорят, что камень преткновения простой. Властные структуры России не совпадают уровнем цифровой зрелости. Нам сложно поженить в рабочем порядке, в разданную службу. И сделать так, чтобы они работали как сложная команда. Дело даже не в финансировании. Финансирование и, в принципе, любые другие ресурсы, они всегда придут тогда, когда у вас есть четкая, ясная, понятная цель. Например, цель – сохранять жизнь. Один из федеральных экспертов рассказал, как они исследовали безопасность дорожного движения в Врянске. В среднем по России 25% смертей в результате ДТП – это смертельные ДТП с пешеходами. В Врянской области ситуация в 2020 году была печальнее. Там было 30%. Но и забегая вперед, в результате пилотного проекта в 2021 году в самом городе Врянск почти на 60% сократилось количество погибших пешеходов в результате ДТП. Причем часто аварии происходили по глупым причинам. Пешеходная дорожка, которая вела в лужу или автобусная остановка на обочине дороги. Барнаул с этой точки зрения не исследовали, но умный транспорт у нас есть. Автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, безналичная оплата билета. А скоро наш трафик проанализируют специальные детекторы, чтобы при необходимости перенастроить светофоры. Это в целом цифровизация транспортной инфраструктуры, обустройство автомобильной дороги с учетом всего обустройства, которое расположено на автомобильной дороге. То есть это и знаки, и разметка, и само светофорное хозяйство, и движение транспорта как личного, так и общественного. Но кроме транспорта цифровая экономика касается большинства сфер. Если в прежней редакции стандарта речь шла в основном про городское хозяйство и цифровизацию очень утрированной жилищно-коммунальной сферы, то обновленный стандарт – это все-таки в том числе и про социальные сервисы. Это сервисы, как я уже говорил, национальных проектов здравоохранения, образования, развития предпринимательства, экология. А это и про онлайн-запись к врачу, и про электронное общение с органами власти, в конце концов обновление афиш городских мероприятий. По мнению участников, сегодня они должны не только обсудить то, что есть, но и создавать новые идеи. По словам представителей Минстроя, активную работу в сторону цифровизации начнут в Барнауле, Бийске и Рубцовске, чтобы к 2024 году эти процессы стали обычным явлением. Анара Шагирова, Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.